На протяжении нескольких дней делегаты будут обсуждать вопросы, связанные с необходимостью продвижения роли православия как одного из важнейших элементов современного международного диалога. Депутат Государственной Думы и председатель Комиссии Ассамблеи по международной политике Константин Затулин зачитал приветствие участникам от имени губернатора Краснодарского края. В своем письме Вениамин Кондратьев отметил, что для края большая честь принимать столь авторитетное собрание, ведь именно объединяющий дух православных традиций способствует преодолению националистических, конфессиональных и религиозных противоречий. Специально к этому событию в Сочинском художественном музее состоялось открытие выставки «Кравюр Афон. Святая гора». Уникальная коллекция привезена из Афона. Эстампы с изображениями религиозного характера раздавались верующим в качестве благословения в христианских монастырях. Выставка сыграла символическую объединяющую роль для православных делегатов из разных стран. Всего в ассамблею входит 25 стран, 12 из них представили свои парламентские делегации в Сочи. По традиции определяющую роль играют Россия и Греция. В планах на ближайшие дни обсуждение самых острых вопросов, связанных с православием. «Конечно будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке и тот ее аспект, который связан с гонениями и истреблением христиан на Ближнем Востоке. Ассамблея уже выступала с этих позиций. На последней годовой ежегодной ассамблее, которая прошла в Риме, участники были приняты в том числе и Папой Римским, который выразил солидарность в этом вопросе с православным миром». Программа работы ассамблеи запланирована до 25 октября. За это время делегаты обсудят не только актуальные мировые вопросы, но и затронут такие фундаментальные темы, как права человека и мирное существование разных народов. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.